Мои помощники в Государственной Думе получили сегодня письмо и мне передали. В середине дня я с ним ознакомился. Это письмо начальника управления внешних связей парламента Армении о том, что вот мои публичные высказывания наносят ущерб отношениям и в связи с этим мой приезд нежелательен. Никаких пояснений, какие именно публичные высказывания считаются наносящими ущерб там не представлено. Я это отвергаю. Считаю, что это оскорбление, которое еще усиливается тем, что объявление об этом оскорблении принадлежит начальнику управления внешних связей парламента. Это первый на моей памяти случай вообще запрета на въезд депутату российского парламента в Армению. А второй первый случай вообще, когда по этому поводу бумагу подписывает сотрудник аппарата парламента. Обычно это делает Министерство иностранных дел, если вдруг объявляет кого-то запрещенным к въезду или какие-то другие власти официальные. Даже правоохранительные органы в конце концов. Но никак не парламент. Но это, может быть, маневр, который призван как бы выгородить другие власти Армении, которые, судя по всему, в курсе этого запрета или сами его учредили, но ответить поручили парламенту. Ирония заключается в том, что я сам обратился к парламенту Армении, к его спикеру, заместителю его, как министру иностранных дел на прошлой неделе, приглашая их принять участие в заседании нашего клуба, которое должно было состояться 28 числа. Эта бумага написана специально для того, чтобы сорвать это заседание. Это заседание собиралось обсуждать тему историческое прошлое и настоящее русско-армянских отношений. Были приглашены к участию ученые, историки, деятели культуры, которые должны были говорить о том, что нас связывает Россия и Армению в прошлом и настоящем. Свыше 100 человек в России и в Армении собирались участвовать в этом заседании. 50, примерно 50 участников из Москвы должны были вечером, в четверг, чартерным авиарейсом прибыть в Ереван. Мне совершенно очевидно, что это письмо направлено для того, чтобы сорвать это заседание.